Ребята, смотрите какая у нас история. У меня начал троить двигатель и сегодня я вам расскажу причины, решения, последовательность, как подойти и итоги, вердикт в принципе будет известен. Я уже сейчас записываю то, что я знаю решение, но последовательность я вам покажу с чем я столкнулся и как я начал делать. То есть я изначально подошел просто неправильно. Давайте смотреть. Сегодня мы будем менять свечи зажигания на мотоцикле. Что хочется конкретно сказать по этим свечам? Есть всего два типа оригинальных видов свечей. Это NGK R-версия и Denso. Это именно два производителя оригинальных японских поставок с свечей зажигания на спортбайке, да и вообще в целом. Вообще видов их много конечно. Некоторые мотоциклы китайские выходят, то есть по факту лучше покупать те, которые приписаны заводам по вашему техпаспорту, скажем так. Менить нужно обязательно. Вообще это была моя ошибка. Я не заменил тогда, когда это нужно было сделать сразу при покупке. Даже если вам хозяин говорит все четко, нужно менять маслофильтр, все расходнички, свечи зажигания обязательно. Вот поэтому мы сегодня меняем свечи зажигания, проверим искру как положено и я дам некой свои рекомендации. Так вот оригинальная свеча это у нас NGK мы поняли и то что есть еще Denso. Вот это те которые у меня были в мотоцикле. Видим что он на два усика у нас. Вот и я прикупил вот такие вот Denso. Не знаю насколько это оригинал, но я думаю оригинал. И вот здесь он как видим с одним усиком. Вот и хочу как раз продемонстрировать. Заменю четыре свечи и посмотрим сколько они отъездят. Вот в принципе вся наша красота. Там у нас воздушный фильтр, здесь у нас бак, здесь вот в принципе вся эта прелесть. Вот наши четыре свечи которые здесь должны быть. Мы сейчас проверим каждую люльку на искру. Это обязательно каждую свечу, чтобы мы понимали, что здесь все в принципе рабочее. Мы можем менять деталь. Итак, частично собрали. Пока собрал воздухан, тут подключил все к инерционному надуву, прикрутил. Сейчас будем крепить бак и проверять. Ну что, будем проводить запуск. Давайте же включим. Я бак пока не прикручивал. Так только подсоединил. Включим подсос. Будем заводить. Пока непонятно. Не все цилиндры работают. Слышно. Слышно, что не все работают. Здесь прогреется. Может сейчас расстрелят. Подождем. Включим к норме. Включим к норме. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас затестим, как он едет, все-таки едет нормально или же все-таки будет опять троить, в общем посмотрим В общем проблема не пропала, я проехался и после 200-220 начал опять та же самая проблема, троить, отказывать цилиндры Но потом, когда постоял, немножко опять они заработали, то есть на высоких оборотах у нас это дело не работает Поэтому, что я вам показываю, я вам показываю то, что я снял фильтр, вот топливный фильтр И попробуем сейчас напрямую, если пропадет, значит это уже из-за фильтра Поэтому для нашего бензина приходится делать такие манипуляции Давайте поставим, проверим В общем, подключил уже напрямую, проехался, все та же самая история После 180 начинает отключаться цилиндр, а может даже и два Просто давят, они едут Потом только чуть-чуть постоишь, поработает и опять начинает ехать То есть еще один вариант есть, это могли быть забиться карбюраторные прокладки Либо же где-то по трубке есть трещина, дырочка и подхватывают воздух И такая вот ситуация происходит Будем смотреть, пробовать и результат будет известен В общем, это было не так Скорее всего, это из-за плохого бенза Или же нужно будет вмешаться в карбюратор и чистить его Сейчас будем снимать бак и менять бензин Вот, все-таки мы проверили Это был не бенз, ну, по крайней мере, не в данном случае У нас запущенная ситуация Нам нужно будет лезть уже в карбюратор Вот, смотрите, вот эти все заслоночки У нас первые три мокрые, вот эти, а вот эта сухая То есть, по факту, у нас заливается карбюратор Это значит, что, что забитый карбюратор Нужно будет чистить То есть, скорее всего, там не отрабатывает система, как это положено Итого, что там Это болот, рожавчина, знаешь Тут такая самая фигня Да, такая самая Чтобы вы понимали Мы чистили полностью, считайте, топливную систему Ну, включая за карбюратор, говорю Еще так же У нас здесь есть вот такая вот трубка Которая отвечает за циркуляцию Именно охлаждение В то же время и нагрева Много карбюратора То есть, это есть фильтр, который проходит у нас здесь С антифризом Вот, точно так же мы его разобрали Почистили, потому что здесь тоже есть фильтр И вот эти все вещи Точно так же обращайте на это внимание Входим итоги Итого, что мы сделали Сняли карбюратор Почистили полностью Отсинхонизировали топливо Качество топлива Точно так же, как оно изначально было Чтобы ничего не мешали И так далее, и так далее По сути, то есть, свечи можно было не менять Раз, довольно-таки искру проверили В принципе, она была, оказалась нормальной То, что я ставил под замену И не стал рисковать Это было, ну, не оригинальное Скажем, те, которые должны быть Под этот данный мотоцикл Поэтому все обошлось именно тем, что Вычистили хорошо карбюратор Обязательно нужно заменить топливный фильтр Чтобы избежать этого всего Ну и советую на резерве не кататься Потому что точно так же В самом дне бака Может быть, всякая вот эта грязь ненужная Поэтому лучше до этого не допускать Ездить там примерно 150-160 километров Ехать на заправочку, заправляться Все То есть, единственное Вот это могла быть причина из того Что я ездил постоянно на резерве Не знаю, влияет, не влияет Но совет, в принципе, таков То есть, вот так вот В любом случае, раз в сезон Нужно разбирать, чистить карбюратор В принципе, проблема решена Поэтому сразу скажу То, что нужно обращать внимание Сразу, если возникают у вас такие проблемы С двигателем Троит, начинает еще что-то, задыхается Сразу первая причина, что нужно сделать Это слеть бензин Слейте бензин, залейте новый Если не изменилась ситуация Следующая проблема Проверьте свечу То есть, раскрутите свечу Проверьте искру Потому что это может быть Как и свеча, как и бронепровод Сам, который подходит к люльке И уже дальше, дальше, дальше В любом случае, карбюратор чистить надо У нас в Украине точно бензин не чистый Он разбавляется И это, к сожалению, беда Но ничего Поэтому обращайте это внимание Чистить карбюратор раз в сезон Точно так же менять топливный фильтр Обязательно Вот и все, ребята Не забывайте подписываться на канал Прожимать колокольчик Оставляйте комментарии Не забывайте Также то, что проходит конкурс На розыгрыш мотоцикла Но это на 10 тысяч подписчиков Поэтому так же Не забывайте то, что Каждую тысячу подписчиков Мы будем разыгрывать призы На первую тысячу Разыгрываем наушники На вторую мы разыграем дрон На третью еще что-то Там уже, в принципе, после тысячи Будем устраивать голосования Какие будут следующие призы Поэтому дальше больше Пока Субтитры сделал DimaTorzok